Оценить обстановку на месте. На этой неделе в интернет-блоге мэра появилось сообщение одного из жителей Замеликесия. В нем он написал ситуацию с транспортом в их микрорайоне. Пазики и газели вечно переполнены, а прямой связи с новым городом вообще нет. Также возмущенный челнинец пригласил начальника отдела транспорта провести утро на их остановке. Ильфат Исмагелов приглашение принял. Семь утра желающих покинуть микрорайон Замеликесия в это время достаточно. Пока здесь нет ни детского сада, ни школы. С детьми все новый город. Сейчас по проспекту Фоменко курсируют транспортные средства четырех маршрутов. Номер 2, 6, 13 и 206. Правда, это не спасает людей от пересады, которые они вынуждены делать, чтобы добраться до пункта назначения. Да, обратно едем с пересадкой до пинститута и пересаживаемся на 206. Они тоже не всегда согласны нас сюда возить. Иногда даже высаживают на остановке 19-й комплекс. И все. Мы ждем потом двойку. Чтобы оградить челнинцев от нежелания некоторых водителей заезжать по маршруту в микрорайон Замеликесия, водители транспорта из полкома совместно с ГИБДД и перевозчиками будут рассмотрены вариант, чтобы сделать Замеликесия конечной остановкой для одного из маршрутов. Для людей на остановках каждая газель словно последняя. У дверей нередко образуется давка. И такая картина наблюдается каждое утро и вечер. Часы пик. Вот знаете, самый пик это 5 часов. Это вот там, знаете, просто мимо проезжает и буквально невозможно сесть. На остановке мы были в половине седьмого. Ну, терпения у нас хватило до 7 часов ждать автобуса. Автобуса не было. Пришлось идти пешком со студенческой дозой Меликесия по мосту. Летом еще можно пройтись. Осенью, в сентябре можно пройтись, да? А вот зимой невозможно. Эта ситуация возмущает не только пассажиров, но и водителей. Я из ГИБДД еду полными людьми. У нас маршрут отсюда заезжаем. Даже сколько раз маршрут спросил через 8-й школу, что мы любили нас в Узель ГИБДД, потом сюда я приезжаю полный. Вот ты решил. Что творится? Полный приезжает сюда. Мы же год просим, чтобы маршрут нам изменили. Сегодня микрорайон посетил начальник отдела транспорта. Сейчас сориентируем перевозчиков на то, чтобы, допустим, вот мы с вами сколько здесь? Час почти. Вот в это время народу много. Соответственно, на этот момент, как час пик, чтобы они увеличили количество машин. Уже ведутся переговоры с несколькими вузами города, чтобы те исследовали пассажиропоток и провели логистику для окончательной корректировки. всех маршрутов. Это должно помочь снять острые вопросы в транспортной сфере. Печальный опыт Замерикеси и Ишляка будет учтен в будущем. В планах исполкома изменить работу. И в случае строительства нового микрорайона маршруты будут разрабатываться сразу, чтобы при заселении не возникло проблем с транспортом. Елена Портнова, Андрей Пуслаков, РНТВ, Набережные Челны.